Хочу вам, дорогие зрители, заснять один микрорайон. Я бы назвал его микрорайон видный. Отъехал я от центра Хуахина всего 15 минут. И правильно говорят, что Хуахина окружен горами. Действительно, стоит немножко отъехать, и вокруг множество гор. Сейчас покажу этот микрорайон и расскажу, чем он примечателен. Вот смотрите, многоэтажка. Позади многоэтажки выход к морю. Спереди ананасовые поля и горы. Вокруг одни горы. Я проезжал там уже, по-моему, она не заселена еще до сих пор. И вдоль побережья, если ехать на юг, множество таких домов стоит. Мангровые заросли, птички. Красота. Смотрите. А я двигаюсь в сторону парка Пран-Бурин. Там хвойные леса, выход к морю. И также еще засниму сегодня пляж живописный на юг. Можно сказать, дикий. И еще одну очень красивую набережную. Один из частных домиков за сему, которые стоят рядом с многоэтажками. Здесь также напротив многоэтажки гольф-клуб. И прямо во дворе многоэтажки частные. Частное небольшое такое строительство. Трехэтажные, двухэтажные домики. Место живописное. Смотрите. Чем-то напоминает виллу Эпштейна. Не хватает только разве что пирамиды наверху. Красота какая. Мозаика. Смотрите, какие. Вот какая изгородь, ну, предотвращающее падение с верхних этажей. Видите? В дырочку. Пальмы прямо там на участке, на небольшом. Ну и выход к морю. Потрясающе. И, кстати, это все продается. Ленд, пул, вилла. Вилла с бассейном. Записывайте номер. Не прогадайте, точно вам говорю. Потрясающее место. Некоторые дома там находятся в стадии строительства. Но такое ощущение, что строительство забросили давно. Потому что доски уже потемневшие такие. Вижу, что обвалилась кровля. Ну, многоэтажные. Я вечером проезжал. Мало в каких квартирах горел свет. Такое ощущение, что не распродали они. И ощущение, что дому лет 10, наверное, если не больше. Похоже, я постепенно превращаюсь в риэлтора недвижимости. Засниму еще вид с моря. Сегодня море сильно бушует. Но это место не предназначено под пляж. Ну, поблизости вы найдете множество пляжей. Ничего страшного. Вот так выглядит этот комплекс. И та чудесная вилла, которую я вам показывал. Я еще к ней вернусь. По дизайну она, конечно, потрясающая. Все продумано для мелочей. До мелочей. Не для мелочей, конечно же. Вот, смотрите. Смотрите, сколько шелухи наросло. Это опавшие, опустившиеся ветки. Перегородили ствол. Там тоже, кстати, домики. Уже повыше. Пятиэтажные, наверное. Ну вот, возвращаясь к этому дому. Прекраснейшему. В котором, судя по всему, никто не живет. Посмотрите. Дом выставлен на продажу. Просто очаровательный. Домишка. Изгородь из кактусов. Смотрите, какая мозаика. Потрясающий дом. Мебелированный уже. Видно, кресло кожаное стоит. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Деревянный подшив потолка, что намекает на дороговизну этого дома. На верхних этажах вроде как, ну и снизу тоже сакура. Красота. Рядом с жилым комплексом скалы, такие огромные валуны и выход к морю. Потрясающее место. Ладно, я двигаюсь дальше в сторону Пранбури. В сторону Форестпарка Пранбури. Здесь также стоят такие вот комплексы с монументальными арками, с огромными, с охраной. Дома, которые вообще тоже шикарные, особняки, которые просто скрыты в растительности. Которые с одной стороны полностью перекрыты скалой. Там вот в глубине еле видно. И таких домов множество. Я сейчас буду ехать и снимать очень аккуратно. Чтобы дабы вам показать всю эту красоту живописную, чтобы не быть голословным. Многие дома просто скрыты. В глуши только одни крыши виднеются. Посмотрите, какая красота. Благо меня никто не поджимает сзади. Но тайцы, кстати, они если сигналят, то предупреждают о том, что они рядом. Но они не психуют. Либо же они просто молча, тихо объедут. Ты до последнего не будешь знать, что он сзади тебя едет. Если не посмотреть в зеркало заднего вида, вы посмотрите. Мангровые заросли. Потрясающие просто. Видите, кактусики молодые с кокосами. Ой, кактусики. Какой пальмы с кокосиками. Видите. Хвойные тут же растения. Вот эту всю красоту я вижу регулярно. Но не всегда есть возможность вот так вот ехать и снимать. Потому что бывают очень большие склоны. И это просто опасно. Смотрите, какая красота. Я здесь снимаю. Видите. А там море. И белый песочек с другой стороны. Вы представляете? Море. Песочек. Хвойные растения. Мангровые растения. Озера. Горы. Видите. Вот эти вот дома. У них можно жить. Заселяться. Также есть отели в этом районе. Посмотрите. Все подстрижено аккуратно. Квадратная форма придана растениям. Меня, конечно, это поражает. И рядом парк Пран-Бури. Ладно. Сейчас крутой поворот. Нужно притормаживать, выключать камеру. Красота какая. Вы посмотрите. Офигеть. Переключился на широкий угол. Хе-хе. Видите? Птички. Так, сзади меня едет машина. Какая красота. А вот я и в парк приехал. Пран-Бури. То есть место вообще потрясающее. Пять минут, и вы уже в парке. Чудеса. Все-таки решил ехать дальше. И во время езды заснимать, что здесь происходит. Но посмотрите. Хвойные растения. Кактусики. И тут же мангровые заросли. Все в одном месте. Ну как такое может быть? Чистейшая вода. Это не какое-то болото тухлое, знаете. А по ту сторону моря. Все, что душе угодно есть в этом парке. Я, наверное, сейчас даже искупнусь. Эти хвойные растения. Воздух потрясающий вот здесь. Ай, как в России летом. Какая красота. В Таиланде можно найти все, что вы захотите. Если сюда ехать, то явно не только для того, чтобы лежать на пляже. Где-нибудь на острове. Там какие-то растения незнакомые мне совершенно. Похожие на переросшие ананасы. Провинция Прочуапхирикхан. Национальный парк Франбурия. Здесь вы можете встретить море. Мелкозернистый песочек. Правда, сегодня море бушует. Также хвойные растения. Потрясающие. Скалы. Вдоль берега. А также по той стороне. Мангровые заросли. Кактусы. Все, что угодно. Вернулся, чтобы подойти поближе и заснять вот это растение, которое мне показалось похожим на ананас. Оно растает очень крупных размеров. Смотрите. Наверное, по длине... Ай-яй-яй, веточка. Оно в то же время напоминает алоэ. Зазубринки такие есть небольшие. И толстый такой стебель. Но я не знаю. Навряд ли это алоэ. Сейчас я его где-нибудь сломаю. Уже пожухлый листочек. Но он сухой. Но, что примечательно, вот этим вот острием можно проткнуть спокойно кожу. Возможно, из этого можно изготовить какой-нибудь рыболовный крючок. Очень острый. А я все никак не могу уехать из национального парка в Пранбурри. Сюда приезжают туристические группы. Множество, я видел, многонациональных детей. Им проводят здесь экскурсии. И также я обнаружил, что здесь палаточный лагерь. Кэмп-граунд. Земля для кемпинга. И множество палаток. Интересно, это... Ну, они все одинаковые. Так что я предполагаю, что это люди не приехали с палатками. А они сдаются под аренду, эти палатки. Видите, сколько сумок туристических. Только не разрешено почему-то... Hello. Не разрешено почему-то со зверьми. Как-то вот они... Курятина есть, хотя курятина после себя оставляет помет. Ну, понимаете, его никто не убирает. А за собачкой своей можно убрать. Не знаю, почему так. Ну, вот, видите, потрясающие умывальники. Все потрясающее. Вот. Также есть гамаки. Сейчас я прилягу в один из них. Очаровывает, конечно, меня этот парк. Так, сейчас мы найдем гамак и приляжем. Также здесь не возбраняется жесть сжечь костры. Уже не первое кострище, я вижу, здесь в лесу. Конечно, может быть, только этим может заниматься специальный инженер, так скажем. Вот. Специальный человек, может быть, не каждый может. Ну, можно его будет попросить. Вот гамаки. Так, кто-то на велосипедах здесь приезжает. На велосипедах сама это кататься. Так. Гамачки. Вот как раз мужчина собирается прилечь в гамак или расправить, не знаю. Может быть, тут, конечно, чьи-то. Мне сюда спросить, могу ли я лечь. Ну, ладно, не буду, если это чужое. Что спросить у него, блин. Все-таки я спросил у него, вот он взял покушать себе и присел. Я говорю, это ваша личина или каждый желающий может прилечь, он говорит. Этот гамак принадлежит властям парка, так что, пожалуйста, ложитесь. Не знаю, как взяла обстоятельства с палаткой, может, они тоже бесплатные. Вот. Ну, я удивлен, конечно. Это очень здорово. Я уже в следующие свои путешествия планирую больше не останавливаться ни в хостелах, не снимать кондо, а такое с бэкбэкпэкером, а с рюкзаком позади себя. И ночевать только в палатках. По-моему, это шикарно. Ну, вот и все. Все, цель достигнута. Полное умиротворение, спокойствие, гармония с собой. Это здорово. Пришел вот этот чудесный мужчина, beautiful man. Как его еще назвать? Вручил мне бутылку воды. Холодную, видите? Стекает капель. Воды. Выехал с утра, быстрее собрался. Воды я порублю. В автомате набираю литр воды. Ну, не стала рядом с домом набирать. По пути все равно регулярно они встречаются. Думаю, наберу потом. Ну, и нигде просто не встретилось мне. И надо же, вот принес мне воды. Я уже действительно хочу попить. Я его ни о чем не просил. Каждый раз, путешествуя в Таиланде, по, на байке, я такой, это что? Удивление меня не отпускает очень долго. И знаете, такое внутреннее чувство удовольствия, эйфории. И казалось бы, как я мог получить это, испытать это, просто находясь в парке. Но, когда я вижу, насколько это все устроено здесь, насколько удобно. Там стоит множество, помимо палаточного лагеря, там стоит множество построек, в которых можно останавливаться. Есть сушилки для одежды, можешь там стираться, жить. Но это что-то вроде лагеря, летнего лагеря. Но я остановился, я двигаюсь на юг, в сторону красивых побережей, пляжей. Я остановился на смотровой точке. Я не знаю, как она называется. Здесь прямо пасутся павлины дикие. Но место, да, здесь на входе фигурки зайчиков, может быть. Но здесь все, знаете, друг за другом. Трудно потеряться. Я даже езжу уже без навигатора. И это место, смотровую точку, рядом с парком Пран-Бури, без ссылки в комментариях. Вы вполне сами сможете найти, я думаю, если двигаться в сторону юга, в сторону провиции Чумпо. Но это все рядом, я буквально... А, и также здесь, да, здесь статуя крокодила знаменитая. Ну вот, я сейчас покажу виды. Здесь можно сплавляться на лодочке по вот этим вот, по мангрым зарослям, по речке. Видите, какая красота, посмотрите. Неописуемая. Туманность впереди горы. Потрясающе. Там дальше она на своей поля, я знаю, я там проезжал. Чудесные дороги. Да, удивление меня и радость до сих пор не отпускает. Казалось бы, ну я уже все видел. Я был в пещерах, на водопадах, различные плантации, проезжал горы, забирался везде. Жил на острове, ну все уже, меня уже как бы все, хватит. Но нет, до сих пор радует. И вот это вот мангровые заросли, видите, впереди. И парк. Пранбурей парк. Тоже какой-то небольшой поселок, в котором живут люди. Вот. Ну все, двигаюсь дальше. Какая красота. Остановился в кафе и поражен размером порции. Вот смотрите, моя кисть. Мощно наварили сверху рыбу. Это жареная в перце чили рыба. Называется подпадук. Недавно только узнал об этом блюде. Алой, Мак! Не знаю, все, что я знаю. Но уже многие слова, конечно, знакомы. Звучат по-делу и прочее. Как приезжал в одну кафешку недавно. Смотрю, парень заказывает блюда. Я у него узнал, как это называется. Заказал такое же. Думал, это свинина. Оказалось, это рыба. С ним записал совместно ролик, где он продиктовал, как это называется, чтобы я запомнил. Также в меню сфотографировал, как это на английском называется. Здесь заезжал в кафе, спрашиваю, у вас есть аму-клоп, моя жареная свинина любимая. Они что-то говорят, что-то нет, чего-то там. Может быть, просто у них жареная Криспи-Полк. Жареная свинина. Ну, короче, я говорю, а подпадук есть? Они говорят, да, есть, конечно. Ну вот, мы ложили, очень доволен. Что-то тут у них ценники в районе 40-50 бат на вывеске написано. Вот, видите? Ну, потрясающе. Бесплатная вода, как я люблю. Сразу лед можно набрать. Они сами мне набрали. Трубочку, пожалуйста. Сейчас досыто наемся. Пожалуй, в день хватит даже два таких приема пищи. И поеду на мое любимое, на мое любимое побережье покажу. И один из дихих пляжей. И на сегодня все. Пат-пет-падук. Пат-пет-падук. Окей. Вери-вери, алой. Алой-мак-мак. Ну, короче, нахвалил я зря. Настолько большая порция, что я не смог осилить. Они показывают на контейнеры, может, заберешь с собой. Но под сидушкой очень сильно нагревается. Возить пищу опасно, иначе испортится. Ну, знаете, до такого состояния дошел, что есть уже дальше было неприятно. Хотя я ничего с утра не ел. Последний раз ел вчера. Сейчас время уже около четырех. Я достаточно сильно хотел есть. Ну, не продолжил путешествия. Думаю, поем. И вот, настолько я уже насытился. Говорю, путешествую два с половиной месяца. Настолько больших порций не встречал. Очень щедро. Видимо, рассчитано на то, чтобы я вернулся. Но я, к сожалению, живу далеко от этого места. Ну, я просто поражен. Вот, если мог доесть, переел. Дальше уже не стал набивать желудок. Двигусь дальше. Хочу показать береговую линию. Собственно, моя цель, докуда я ехал, она находится от пляжа Хао Клок Бич. Также есть Юф Пойнт, Хао Клок. И дикий пляж, на который можно забраться либо с Юф Пойнта, спуститься и перейти по горе. Тропа для скалолазов. Либо же выйти на пляж Хао Клок Бич, немножко пройтись по воде, по пояс, и дальше забраться на гору и попасть на этот нудийский пляж, как я его назвал в своем выпуске. Прекрасный пляж там расположен. Но я сейчас не об этом. Я говорю про береговую линию, которая находится от Хао Клок Бич до Након Кейв. Након Кейв. Это пещера, в которой построен храм. Сейчас я покажу береговую линию, про которую я говорю. Сейчас я сяду на байк и буду ее снимать во время езды. Здесь очень спокойные, приятные виды. Мне нравится очень это место. Оно вселяет в меня спокойствие. Здесь буквально можно встретить парочку тайцев всего лишь. Это место не пользуется особой популярностью почему-то. Вид потрясающий. В той стороне острова, на которые тоже можно взять лодочку и приплыть. Можно даже сейчас. Но сейчас сильный ветер. Вчера погода изменилась. Передавали дожди везде и на юге, и на севере. И волны, соответственно, сильные. Но вот в этой части, так как тут небольшая бухта образовалась, здесь волны не сильные. Потрясающее место. Перехожу к съемке. Запускаю байк. Надо быть предельно аккуратным. Обожаю это место. Уже, наверное, третий раз сюда возвращаюсь. Он ударит неприятные эмоции. Некоторые собачки норовят наброситься. Ну, либо просто припугнуть. Не все собаки здесь добрые. Туда дорога уходит в горы. Здесь, вдоль этой береговой линии расположено множество отелей с кондиционерами. все чики-пуки как надо. Не парковаться табличка почему-то. А, в определенное какое-то время только не парковаться. Видимо, здесь спускают на воду лодки с 6 до 7. Но вот этот берег я просто обожаю. кончается это все великолепие рыбацкой гаванью или пристанью, как ее назвать, не знаю. вообще здесь вдоль берега естественно все они благоустроены и множество дорог пролегает по береговой линии. но там не так много растительности как здесь и там не видно вот этих вдалеке скал. То есть там просто бесконечность. Бесконечное море. А здесь особый вид. Кафешки здесь. людей есть и дарь. Это есть рыба. И кафешки ... Те дальние горы как будто миражей Даже непонятно существует И они или нет, настолько они блеклые Видимо воздушные массы перекрывают их вид Вот мужчина просто приехал на пикапе Непонятно, я думал, может быть он коров пасет Но не похоже, что он на пикапе мог перевезти коров Просто разложил стульчик и наслаждается видом Вот такое прекрасное место Цикады шумят Великолепие И естество Горы нереальной величины какой-то в этом районе Двигаюсь на секретный пляж Пока что не могу найти дороги к нему Гугл-карт не знает К нему дорог И даже как бы они не проложены там Не знаю, буду искать сейчас, смотреть Субтитры сделал DimaTorzok Я этот пляж, к которому хочу приехать Видел только С другого пляжа я его видел И я предполагаю, что оттуда вообще нельзя доехать Можно только на лодке предплыть Переходим к еще одному живописному местечку Сейчас оно откроется нашему взору Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Запечатлеть пляж у меня не выйдет Так как туда, оказывается, можно доплыть только на лодке Я нашел здесь помощника Гида И он рассказал мне, что туда отправляется только лодка Тот пляж находится вон там вот Видите, это уединенное местечко Выстрелы в навигаторе Вид со спутника И сразу стало видно, что там никаких дорог не проходит До этого был вид по умолчанию Ну просто разрисованные Нарисованные дороги Но бывает так, что многие места не указаны Озера некоторые не указаны Я подумал, может быть здесь тоже Это место не хотели выделять на картах Оставить его в тайне Но нет Когда со спутника сделал настройку Увидел, что дотуда нереально никак проехать И этот парень, который там работал Он мне сказал, что доехать можно в 9 утра на лодке Не знаю, почему в 9 утра На любой байдарке дотуда можно добраться Это место находится рядом с праве на вход КФ Рядом со входом Также придется проследовать по горе Достаточно долго, чтобы попасть в пещеру В общем, рядом с местом, где производят покупку билета Так что туда я не попаду К сожалению, в это чудесное уединенное место Вообще, можно было догадаться по рельефу местности Что туда невозможно добраться на мопеде никак Так как оно ухружено скалами Но я уже был здесь Приглядел это место И хотел отправиться туда Но я забыл, что там скалы с обоих сторон И действительно, даже если бы была дорога туда То она была бы пешая И очень сложная Пришлось бы скарабкиваться по скалам Такой вот я недогадливый Этот уединенный пляж, на который я стремился так сильно попасть Сейчас мне недоступен К сожалению, вплавь при таком сильном шторме Я не отправлюсь И лодки у меня нет Но я вижу, что оттуда Сейчас, правда, этого не видно Но только что Оттуда вошел дым Видимо, там кто-то сейчас находится Хотя лодок припаркованных нет Может быть, там кто-то живет Что-то живет Существует Что? Что? Продолжение следует... Продолжение следует...